Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Вот 17 февраля отмечается, знаете какой праздник? День спонтанного проявления доброты. Отмечается в мире. Спонтанного проявления доброты. А как это может быть такое? Вот написано так, начался он в Америке, сейчас в Европе распространяется. Главное в этот день написано, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Ну, во-первых, это невозможно, это первое. А второе, спонтанно. Как спонтанно, если уже заранее мне говорят об этом? Если уж спонтанно, так это в любой другой день. Неважно в какой. И этому надо учиться, к этому надо быть внутренне готовым. Ведь должна быть какая-то внутренняя основа для того, чтобы прожелать другому чего-то хорошего. Вот и вопрос такой, что означает понятие доброта? Если это такое важное свойство человека, то почему его не выполняют? Да мы не можем ничего выполнять этого. Даже те, которые выходят на эти акции, вдруг кому-то сделают добро. Спонтанно. Они тоже ведь это все делают, исходя из своего какого-то эгоистического внутреннего расчета. Мы можем это делать только в том случае, если мы действительно обзаведемся капполистической методикой, которая позволяет нам быть связанным с высшей силой. И с помощью этой высшей силы мы можем делать добро. То есть надэгоистические, вопреки эгоистические действия, но ни в коем случае так просто спонтанно. Вдруг, как я, человек, абсолютно эгоист, о котором сказано, что его эгоистическое зло, оно изначально находится в основе его природы. Как я могу сделать что-то ради другого? Никак. Только обманув себя, что якобы я это делаю добро другому. А в итоге мои мысли, намерения, они все равно ради меня. Что ж такое вы называете добром? Добро – это когда я желаю другому добра в первую очередь. И исходя из этого, делаю. Потому что если я только делаю другому добро, даже добро, вот на самом деле, но не желаю этого внутреннего, не переделывая свою природу, то я ему этим приношу только сиюминутное какое-то, может быть, облегчение, но оно далее не существует. И в итоге все обращается снова во зло. Поэтому и говорится, что добрыми намерениями… Дорога в ад вымощена. Да, дорога в ад вымощена. Вот, то есть ничего не получается у нас сделать правильного и доброго, настоящего, которое бы имело продолжение, если мы при этом не замыкаем себя на источник добра, на высший свет. И тогда что, пойдет цепочка добрых дел? И тогда я с помощью этой высшей энергии, высшего света могу делать добро. Субтитры создавал DimaTorzok